Это видео посвящено поездке и прогулке по критскому туристическому городку Панорма. Добирались мы на электрокаре из отеля Royal Blue Resort через территорию отеля Iberostar Creta Marine стоимостью по 10 евро с человека. Дорога пролегала вдоль северокритской степи с видом на море и живописный закат. Панорма от греческого pan всякий, Ормос – якорная стоянка. Переводится как «вполне удобная для причаливания». Также известна под названием Panormas или Panorm – деревня в Греции на Крите. Она расположена в 22 километрах восточнее Ратимнона и 55 километрах западнее Ираклеона, на берегу Критского моря. Входит в общину Мелопотамос в периферийной единице Ретимни в периферии Крит. Население составляет 628 жителей по переписи 2011 года. Первое упоминание о поселении на месте современного Панорма дает Толомей в своей географии, где это поселение под названием Пантоматриум фигурирует как морской порт древнего города Элифтерна. Достоверно известно, что на месте Панорма в 5-6 веках было крупное поселение и центр христианской культуры. В 1206 году геноэзский пират Энрико Паскоторе наряду с еще несколькими городами на побережье Крита захватил и территорию нынешнего Панорма, где построил крепость, остатки которой до сих пор можно видеть на побережье. Однако в 1212 году геноэзцы были вынуждены передать Крит венецианцам, которые собственно в 1204 году и купили Крит после распада Византийской империи. Венецианцы по наличию крепости Костелло де Милопотама назвали поселение Костелло. Район прилегающей крепости носил название Костелли и только лишь в начале 20 века снова получил название Панорма. Правда, это всего лишь предположение, которое доказывает тот факт, что поселение Панорма не упоминается в летописях во времена венецианского правления. Венецианцы постоянно вели войны с турками за этот остров. И в 1583 году Хайредин Барбарос и его пираты сумели уничтожить крепость. В 1647 году островом Критом окончательно обладели турки. Позднее, в начале 20 века, после освобождения Крита из-под власти Османской империи, городок был переименован в Панормас по названию небольшой церкви Святого Георгия Панормас в горах неподалеку. Городок стал центром общины Милопотамас. Интересная церковь с пальмами. После второй мировой войны, пережив немецкую оккупацию и бомбардировки, небольшая рыбацкая деревня и порт утратили свое значение перевалочного пункта и превратился в небольшую рыбацкую деревню. Сегодня Панорма преобразовалась в туристический курорт с отелями, тавернами и песчаными, укрытыми в бухтах пляжами. Панорма считается местом рождения одного из десяти святых мучеников критских – Агафопода. В Панорма есть несколько песчаных пляжей с плавным входом в море. Так, например, в порту есть пляж Лимани, то есть гавань, где можно расположиться со своим укрытием от солнца. Море здесь всегда спокойное, за что пляжи пользуются большой популярностью среди туристов и местных жителей. В летние месяцы на центральных улицах Панорма владельцы таверн и кафе выставляют столы и стулья прямо на улицу, где наслаждаясь традиционной греческой кухней, можно в полной мере окунуться в средиземноморский образ жизни и представить себя местным жителям. Образ городка подчеркивают каменные мостовые, узкие улочки, средиземноморские дома, упрашенные виноградной лозой.